Любой профессиональный праздник – отличный повод, чтобы наградить лучших сотрудников. На железной дороге таких людей немало. Многие из них отличились в производственных соревнованиях и конкурсах. Четыре предприятия Залевочегодского региона носят звание образцового структурного подразделения. В канун профессионального праздника лучшим сотрудникам вручали грамоты, благодарности и подарки. Я хочу огромную благодарность выразить ветеранам, которые стояли у истоков железнодорожного транспорта, которые начинали строительство всех вот этих сооружений. Желаю крепкого здоровья, умных и понимающих детей в семье. А самое главное – будьте всегда счастливы, будьте всегда любимы. Еще одна традиция дня железнодорожника – подведение итогов работы. За минувшие шесть месяцев на станциях региона погружено почти 4 миллиона тонн грузов. Это выше уровня прошлого года. Расширилась география отправки грузовых поездов, освоены новые направления. Пристальное внимание уделяется техническому состоянию железнодорожного пути. Недавно была завершена модернизация 10 с лишним километров пути на участке Шангал и Костылева. Проведен капитальный ремонт пути на станции Микунь. За последние годы железные дороги совершили настоящий рывок в будущее, заметно обновив свой облик и принцип работы. А ОРЖД сегодня – это новые скорости, маршруты и сервисы, современные вагоны и мобильные приложения. Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. 5 августа огромная развлекательная программа была подготовлена для железнодорожников и их семей. Центром празднования стал поселок Вычегодский. Утром здесь прошла ярмарка, спортивные игры, соревнования. Вечером с череды поздравлений начались массовые гуляния. Хочу поблагодарить всех железнодорожников и жителей поселка за Ваш самоотверженный труд, за Ваш профессионализм. И хочется пожелать, чтобы те успехи, которых уже достиг Сальвычегодский регион, они только приумножались. Поздравляю всех Вас с наступающим праздником, желаю всего хорошего Вам и Вашим семьям. И пусть железная дорога долго и долго будет основополагающим, градоопределяющим предприятием в нашем поселке. Изюминками праздника стали экскурсия в самоходном вагоне, пенная дискотека, подъем на воздушном шаре. Самые смелые вычегодцы рискнули подняться на высоту 50 метров. Очередь к аэростату не прекращалась. Кстати, этот год был богат на даты. Исполнилось 15 лет со дня образования УАО РЖД. Осенью железнодорожники отметят 150-летие Северной магистрали. А в следующем году поселок Вычегодский отпразднует 70-й день рождения. Сегодня на планерке глава города поручил Управлению по социальным вопросам в ближайшее время создать оргкомитет и тщательно подготовиться к этому юбилею.